друзья я всех приветствую с вами интернет-магазин antelife.ua меня зовут александр перед вами смартфон под названием giu g4s в данном случае у меня версия 2.16 это 2 гигабайта оперативной памяти и 16 встроенных также на рынке и в том числе в нашем интернет-магазине есть версия 1.4 отличаются они только памятью не внешний вид не технические характеристики в плане камер или процессоров или прошивок ничем не отличается коробки такие же единственное что у нас немножко в разных комплектациях они приходили да неважно вот в такой вот коробке приходит же июджи 4s в комплекте здесь особо интересного такого ничего нет это зарядка это юсб кабель и переходничок мы по собственно наличию если есть обязательно вкладываем коробку собственно переходим к самому смартфону модель это очень популярная она была известна и на четырех ядерных платформах mtk 65 82 89 вот сейчас это mtk 6592 это 8 ядерная платформа частота процессора 17 гигагерца но давайте по внешнему виду спереди смартфон это такой небольшой 47 дюймовый дисплей это три сенсорных кнопки меню домой назад эти кнопки не подсвечиваются наверное об этом будут кричать все не любители же ию что вот это огромный такой супер мега недостаток я так не считаю это абсолютно нормально фронтальная камера на 3 мегапикселя датчик приближения датчик освещения индикатор пропущенных событий и динамик с этой грани у нас качелька громкости сверху разъем под наушники с этой грани кнопка включения выключения снизу нас микрофон разъем под юсб для зарядки и сзади у нас soft touch покрытие пластику это матовый такой пластик он очень приятный на ощупь здесь есть основная камера на 13 мегапикселей вспышка которая мне понравилась же ю логотип кружочек их не цветочек точнее и решетка под динамик под крышкой у нас расположился довольно таки емкий аккумулятор он здесь на 3000 миллиампер часов смартфон работает с двумя сим-картами одна сим-карта стандартного большого размера 2 микросим ну и слут слот естественно под micro sd карточку касательно сборки мне смартфон очень нравится он достоин он монолитен то есть если на перегиб его на изгиб никаких хрустов люфтов здесь нет то есть по сборке нареканий у меня к этому смартфону нет далее давайте перейдем к техническим характеристикам этого смартфона через программку антуту набрала эта модель это у меня 216 вот всего лишь 22 627 принципе небольшой показатель восьмиядерники набирают и по 25 26 тысяч ну не особо это важно принципе так как работает все более чем достойно и так мтк 6592 hd разрешение экрана мали 450 графический память здесь 2 гига оперативки здесь 16 встроенной здесь стоит карта на 16 у меня процессор работает при максимальных частотах это 1 из 7 гигагерца 13 мегапиксельная 13 и 3 мегапиксельная камера 3 мегапиксельная фронтальная касательно мультитача здесь с этим все в полном порядке здесь 10 точек касаний и далее посмотрим наличие датчиков есть у этого смартфона gps wi-fi bluetooth компас датчик приближения датчик освещения отличная вспышка полноценный гироскоп который работает а также эта модель поддерживает о тг приспособление то есть можно подключить флешку мышку клавиатуру тому подобное касательно прошивки здесь есть такой небольшой бак в принципе это же наблюдается и же ю g5s уже ю g3 c и тому подобных моделях то есть здесь когда вы покупаете эту модель то в прошивке нет русского языка клавиатуры но мы обязательно проверяем телефоны все перед отправкой и эту клавиатуру устанавливаем в данном случае у меня установлен go cable прошивка сама вот такой вот версии принципе прошивка стабильная нареканий у меня особых на нее нет все запускается все работает стабильно не вылетает не глючит касательно разницы между двумя и одним гигабайтом оперативной памяти хочу опять же сказать то что я говорю всегда когда я задеваю этот вопрос когда я тестировал 1 гиговую 2 гиговую версию я разницы по производительности по возможности запуска одновременно там большого количества приложений или игр я разницы не замечаю я по-прежнему придерживаюсь того же мнения как и раньше одного гигабайта оперативной памяти с головой хватает для нормальной работоспособности этих смартфонов принципе прошивка стандартная здесь ничего особого такого показывать даже не нужно в настройках есть полноценный русский язык все абсолютно на русском языке касательно экрана экран здесь 4 7 дюймов здесь IPS здесь ОГС то есть воздушной прослойки нет экран я всегда любил уже ю и g3 и у g4 и у 5 здесь экран шикарный мне очень нравится он очень сочный очень яркий всего в меру минимальная яркость вот такая максимальная вот такая углы обзора давайте продемонстрирую вам через галерею галереи посмотрим несколько картинок ну мне действительно экран нравится мне нравится как он отображает все цвета углы обзоров тоже хорошие единственное что меня просили в комментариях на нашем youtube канале рассмотреть по диагонали я всегда это делаю ну вот как видите по диагонали он тоже немножко светлеет то есть это матрица не самого высокого уровня но опять же это никак не влияет на общую на общее впечатление от картинки от цветопередачи мне экран понравился не обращайте внимание если слышите какие-то посторонние звуки у меня за окном идет огромный дождь ливняра такой идет поэтому выбачайте касательно производительности меня просили сделать пару скринов в синтетических тестах то есть это epic цитадель ну вот фпс в epic цитадель максимальный 60 это значит что абсолютно все игры будут запускаться достойно 3d mark набрал у меня 6081 ну наверное стоит вам показать не только синтетические тесты но и парочку хороших игрушек давайте смотреть а В общем, по играм нареканий у меня никаких нет, смартфон справляется абсолютно с любыми задачами, приложениями, игры, все это без проблем. Звук меня также порадовал, я сам являюсь пользователем еще старенького GAU-G2, звучание просто шикарное во всех отношениях, звук шикарный, очень громкий и четкий при разговоре, то есть разговорный динамик и микрофон, звук шикарный в наушниках. В отличие от многочисленных устройств на базе MTK6592, компания GAU, в том числе GAU-G5S, GAU-G4S делают действительно хороший звук в наушниках, потому что у ZOPO, у THL со звуком в наушниках большие-большие проблемы. Ну и внешний динамик, давайте продемонстрирую вам, я считаю, что тоже все на достойном уровне, орет прилично. По звучанию тоже не могу сказать абсолютно ничего плохого про смартфон. Теперь перейдем к тестам аккумулятора, я считаю, что это один из самых основных тестов, которые нужно проводить в первую очередь со смартфоном, так как круто, когда у тебя смартфон может работать хотя бы 2 дня, хотя бы при более-менее средних нагрузках, это очень важно, как по мне. Многочисленные MTK6592 процессора, точнее смартфоны на этих платформах, имеют проблемы с аккумуляторами и очень часто бывает так, что заявленные миллиампер часы, они просто ничего не могут. Этот смартфон у меня показал следующие результаты. Значит, при воспроизведении видео в YouTube со звуком, включенным Wi-Fi, естественно, максимальная яркость, это у меня от 100% до 14, это у меня 4 часа 54 минуты. Считаю, что хороший результат. Теперь Antutu тестер, который обновился, который теперь немножко по-другому отображает баллы, ну, это уже второй мой смартфон, который я тестирую именно с обновленной версией программы. JuJ4s набрал у меня 5901, например, Xiaomi Redmi Note набрал у меня меньше и он располагался даже ниже, чем Xiaomi Mi 3. Поэтому результат тоже, как по мне, достойный. Буду привыкать к этим значениям, ну, интересно, конечно, протестить какие-то флагманы в плане аккумулятора. Ну, и в игре немножко результат такой средненький, со 100% до 15, 2 часа 46 минут, опять же, максимальная яркость, громкость и очень жарко у нас сейчас на улице, смартфон, наверное, очень нагревался в это время, может быть, поэтому такой низкий результат. Обращаю ваше внимание на то, что диаграмма разряда смартфона, она отличная, здесь нет провалов, нет каких-либо скачков, это очень важно, то есть, это немаловажно действительно. Касательно GPS, видел я некоторые отзывы, что GPS плохой, да ничего подобного, первый старт у меня был за 15 секунд, вот этот результат, словил он что-то там, вот эти вот спутники и, в принципе, обозначил точку на карте, я этим был доволен. Теперь очень тоже такой провокационный вопрос, очень много я встречал в процессе продажи этих моделей, и G4 обычный, и G4s, что людям не нравится камера. Я хочу сказать лично свое мнение, лично мое мнение таково, что камера здесь достойная, здесь реальных 13 мегапикселей, я делал различные фотки, я делал фотографии и в промежной темноте с автофокусом. Вот такого качества получается у меня фотографии, вот такая вот четкость изображений, тоже в полной темноте, с расстояния метр, вот такое вот качество изображения. Я эти все фотки выложу, вот я фоткал газету, тоже расстояние метр, даже в самых отдаленных уголках, там где я даже не фокусировал фокус, вот я здесь фокусировал. Вот какое качество здесь, и вот в углу картинки, да, да, есть шумы, да, вот картинка вот с шумами. Однако четкость очень достойная, мне камера GI всегда нравилась. Видео записывает в формате Full HD, я тоже вам выложу этот материал, сможете посмотреть, ну и в принципе сделать выводы какие-то для себя лично. Фронтальная камера на 3 мегапикселя без автофокуса, достойна тоже для 3G связи, для общения по скайпу. Вот в принципе и все, вот такой вот получился смартфон. Теперь я позволю себе сделать свой вердикт, свой итог. Поставляется в Украину эта модель в двух версиях, 1.4, 2.16, оперативная встроенная память. Соответственно цены приблизительно 180 долларов и приблизительно 220. Разница в цене приблизительно 40 долларов, я считаю, что это довольно-таки существенно. Есть люди, которые принципиально хотят версию 2.16, без проблем, модели есть в наличии, можно приобретать, пользуйтесь с удовольствием. Те люди, которые доверяют мне, либо сами кое-что понимают, очень даже с лихвой покупают версию 1.4 при такой цене. Цена действительно классная и конкурентов, грубо говоря, просто-напросто нет. Теперь, что касается удобства этого смартфона, я считаю, что это одна из самых сбалансированных моделей. Вот поконкурировать сможет только GAU-G5S, 4.5 дюймов, здесь 4.7. Эта модель лучше, ну смотрите, если мне легко ориентироваться в ценах в гривнах, я вам примерно об этом расскажу. Если сравнивать эту модель с топовым, например, THL T100S, который стоит 3.500, грубо говоря, топовая модель от GAU-G4S стоит 2.610 у нас. То есть разница практически в 1000 гривен, это очень существенно. Что мы можем купить за эту цену? Мы можем купить THL V200S за 2500 гривен, но там будет 1 гик оперативки, там будет 2000 мАч аккумулятор, здесь 2, здесь 3000, там у V200S будет паршивый звук в наушниках, здесь звук шикарный. Камера мне здесь больше тоже нравится. Если мы возьмем немножко подороже, 2820 гривен, это у нас идет THL T11. Да, уже интереснее у нас аккумулятор 2750, уже 2 гига оперативки, но опять же звук такой же плохой, как и у V200. Ну и камера мне в этом смартфоне тоже нравится. Лично я считаю, что это одна из самых популярных, одна из самых сбалансированных моделей. К минусам могу отнести, наверное, то, что не светятся кнопки, но для меня это абсолютно не минус, просто знаю, как пользуюсь смартфоном. Я знаю, что даже в темноте будут эти кнопки подсвечиваться или не будут. Я знаю, что у меня слева находится меню, в центре у меня находится кнопка «Домой», и справа у меня находится кнопка «Назад». Мне не нужна эта подсветка абсолютно, ничего она мне не поможет или не ухудшит. Я и так знаю, где располагаются эти кнопки. И в принципе все, больше минусов для меня нет. Прошивка стабильная, железо достойное, аккумулятор, что немаловажно, хороший, трехтысячный. Работает так, как должен. И отличная цена. Вот, я считаю, залог успеха. Что-то критиковать больше. Ничего не вылетает с прошивки. Стабильность достойная. Поэтому вот такой вот смартфон. Обязательно будем заказывать. Заказывали мы 1.4 версию. 1.4 разошлась. 2.16 заказывали немножко больше. Вот, уже продаем эту модель месяца два. И вот я сейчас только вырвал вот эту вот единицу техники, чтобы она у меня побыла в руках хотя бы два дня. Чтобы я мог записать для вас видеообзор. Потому что до этого просто модели разлетались. И времени снять обзор у меня просто-напросто не было. На этом все. Кому понравилось, спасибо. Всем всего самого наилучшего. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Ждем новых видеообзоров от меня. Всего доброго вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok